Тебе позволят путешествовать по миру и стать частью глобальной экономики только при условии цифрового подтверждения твоего иммунитета. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать на мой канал, который всегда вкратчиво задает вопрос, а хотите ли вы увидеть темную сторону криптоиндустрии? Если да, этот канал точно для вас, и вы знаете, что пришло время копать. Карлел, что случилось? У Элона Форджа нашли в лодке у причала. Я обследовал труп. Он умер? Повезло, что копатель из меня явно получше, чем она. Сегодня я вам такое расскажу. У вас просто отвалится челюсть, поэтому досмотрите это видео до конца и обязательно поставьте ему лайк. Давайте наберем 3000 лайков. Это продвигает видео в алгоритмах Ютуба и позволяет каналу расти. Большое вам спасибо за поддержку. Что от нас скрывают? Да, это то, куда мы должны углубиться и то, о чем мы сегодня поговорим. Так как пандемия может быть просто прикрытием, использованным для создания абсолютно нового цифрового мира. Мира, который полностью основан на цифровых ID, цифровых способах идентификации личности. Четыре дня назад я опубликовал первое видео под названием «Глобальная пандемия была запланирована». За это время его посмотрело почти 80 тысяч человек. Я очень рекомендую вам посмотреть это видео, так как там вы найдете предысторию к текущему ролику. Потому что в этом вы увидите только новую информацию и никаких повторений. Ссылку можете найти в описании. Итак, ID 2020. Что же это такое? Нам нужно полностью понять это, потому что это центральная часть всей цифровой системы. Это глобальный альянс цифровой идентификации, который создаст цифровой паспорт для каждого человека на этой планете. А что же насчет его покровителей, людей, стоящих за этим альянсом, я бы сказал самых могущественных людей в мире. Из прошлого видео мы знаем, что в этом серьезно замешан Билл Гейтс. Он попытался скрыть свою фигуру при помощи непрямого участия в фонде, который был основан ими его женой в 1999 году, в которой он тогда пожертвовал 750 миллионов долларов. Речь идет, конечно же, о Гави, альянсе вакцинации. Этот альянс является одним из самых главных основателей и вкладчиков в ID 2020. В прошлый раз мы обратили внимание на Билла только потому, что в Reddit TMA он случайно или специально подтвердил существование цифровых сертификатов для тестов на коронавирус и вакцинацию. Но Билл это всего лишь небольшая часть этого. Так кто же еще стоит за созданием ID 2020? Как вы можете видеть, один из его основателей – Рокфеллер Фаундейшн. В прошлый раз мы не копали в эту сторону, так что давайте сделаем это сейчас. Если вы что-то знаете о Рокфеллерах, то наверняка вам известно, что эта семья в буквальном смысле принадлежит к американской элите и входит в состав мифических иллюминатов – объединения контролирующего семьи по всему миру. Паутина их власти распространяется на все аспекты жизни общества. Только посмотрите на группы, которые входят в семьи Рокфеллеров и Ротшильдов. Это ЦРУ, Федеральный резерв, буквально любой другой уважаемый мировой бренд, даже Всемирный фонд дикой природы. Теперь мы можем добавить к этому списку и ID 2020, так как вклад Рокфеллеров есть и там, и они некоторое время назад это уже планировали. В частности, 10 лет назад. В мае 2010 года Рокфеллер Фаундейшн в сотрудничестве с консалтинговой фирмой Global Business Network – это фирма, которая специализируется на оказании помощи организациям в адаптации и росте в условиях все более неопределенного мира. В общем, они обнародовали отчет под названием «Сценарии будущего международного развития и технологий». На 18-й странице мы можем найти намек на их представление о том, каким должен быть мир будущего. Они называют его «Строгая система». Это мир плотного, нисходящего правительственного контроля и более авторитарного руководства с ограниченными инновациями и нарастающим гражданским сопротивлением. Этот раздел начинается с прогноза Рокфеллеров. В 2012 году пандемия, которую весь мир так долго предсказывал, наконец случится. Вы помните, да, что этот документ был написан в 2010 году? Эта пандемия затронет 20% мирового населения и убьет 8 миллионов человек. Пандемия также будет иметь и экономический эффект. Международное передвижение людей и товаров застопорится, истощая такие индустрии, как, например, туризм, а также разрывая цепочки мировых поставок, а местные магазины и офисы опустеют на месяцы. Хмм, звучит очень знакомо, не правда ли? Но подождите, впереди еще что-то более пугающее. Из-за снисходительного отношения США становятся катализатором ускоренного распространения вируса. В то время как таким странам, как Китай, повезло больше, они усилили ограничения и вели обязательный строгий карантин для всех граждан. Далее написано следующее. Во время пандемии власть лидеров стран всего мира сильно прогнется. Будут введены жесткие правила и ограничения от обязанности носить лицевую маску до проверки температуры тела на входе в общественные места, например, вокзалы и супермаркеты. После того, как пандемия спадет, авторитарный контроль и надзор за гражданами и их действиями останется и даже усилится. В первое время идея более контролируемого мира получит общественное признание и принятие. Граждане добровольно отдадут некоторые свободы, включая частную жизнь, для покровительства государств над ними в обмен на большую безопасность и стабильность. В развитых странах усиленный надзор примет различные формы, например, биометрические паспорта для всех граждан. Вы просто подумайте, это было написано в 2010 году, 10 лет назад. Это звучит так же, как то, что происходит прямо сейчас с пандемией и биометрическими паспортами. Пророчество уже сбылось? Еще в 2010 году Рокфеллеры знали, что в будущем появится биометрический паспорт, и именно поэтому они являются одними из основателей ID2020. Это был их план все это время, они сказали нам об этом еще 10 лет назад. Только мы пропустили это мимо ушей. Теперь, когда мы знаем, что все это работает при поддержке семей Гейтс и Рокфеллеров, давайте посмотрим, что же конкретно будет создано этим альянсом. В партнерах-основателях альянса ID2020, конечно же, есть компания Microsoft, которая отвечает за техническую часть. Но еще есть Accenture. Вы не находите подозрительным, что оба этих крупнейших предприятия за последнюю пару лет занимаются авантюрами с блокчейн-проектами. С Accenture все очевидно. Зайдите на их сайт. Блокчейн их главная фишка. Даже с первых слов понятно в чем дело. От отслеживаемых цепочек поставок до постоянной, до постоянной идентификации иммигрантов. Угу, здесь говорится про идентификацию, ID. Если мы зайдем на страницу ID2020, то там говорится о цифровой идентификации при помощи блокчейной биометрики. Все ровно так, как говорили Рокфеллеры еще в 2010 году. Accenture мило предоставил видеообъяснение всей системы, давайте его посмотрим. Правда, я уверен, что мне за этот видеоклип YouTube опять снимет монетизацию или вообще заблокирует ролик. Но я рискну, озвучивать не буду, наложу субтитры. Блокчейн, биометрика и ваша идентификация. Но Accenture не единственный, есть еще Microsoft. Сначала Microsoft запустили инструмент цифровой идентификации на блокчейне биткоина. Потом мы получили блокчейн-услуги от Microsoft Azure, Blockchain Workbench. А теперь они заканчивают работу над набором разработчика блокчейна. И наконец у нас появилась реальная цифровая идентификация от Microsoft, для которой у них уже написана целая статья. В этой статье мы находим еще одну зацепку тому, что происходит. Microsoft активно сотрудничает с Фондом децентрализованной идентификации, DIF, и группой по учету полномочий, W3C. Как мы видим из этого объяснительного инфографика, инструменты DIF и W3C крайне важны. Идентификационный хаб DIF, универсальный распознаватель DIF, децентрализованные идентификаторы W3C и так далее. Давайте посмотрим на этих ребят, особенно на DIF, так как, по моему мнению, они создают базовые протоколы и технологию, которая будет использоваться в ID2020. Это веб-сайт Фонд децентрализованной идентификации. Как мы можем видеть, конечно же, среди его членов есть и члены технической группы ID2020, Microsoft, Accenture и Hyperledger. Но также в списке находится буквально любая другая существенная блокчейн-группа, например, Consensus. Пришло время посмотреть, над чем работает их GitHub. Как мы видим, сегодня и вчера они работали над теорией, обновив множество репозиториев сегодня, вчера и множество дней назад. Они даже работали над некой совместимостью. В общем, работают ребята в поте лица. Но я хочу обратить ваше внимание на наиболее обновляемые репозитории под названием Element. Элемент. Реализация статистического метода DID с использованием протокола Сайт-3 поверх блокчейна Эфириума. Протокол Element был анонсирован в прошлом году. Построен компанией Transmute в сотрудничестве с Microsoft и Consensus под эгидой Фонда децентрализованной идентификации DIF. Опять все переплетено. Помните статью, которую я показывал о том, что Microsoft создает цифровую идентификацию на блокчейне биткоина? Так вот, эта цифровая идентификация называется Microsoft ION, если дословно перевести название «Сеть идентификации». Вот что было опубликовано Microsoft. Сегодня мы представляем раннюю версию сети DID, основанной на протоколе Сайт-3, называемой ION, сетью идентификации, которая работает на блокчейне биткоина и основана на проявляющемся наборе открытых стандартов, которые мы разработали вместе с многими нашими партнерами. Например, из Фонда децентрализованной идентификации DIF. Так что, ребята, Element это эфириумная версия ION, сети идентификации. А компания Transmute, которая построила Element, только в прошлом месяце объявила о поддержке протоколом блокчейна биткоина. Мы интегрировали биткоин таким способом, который максимально поддержит и наших пользователей, и комьюнити Сайт-3, в основном включив использование метода DID, основанного на ION. В нашей существующей библиотеке JavaScript, в данный момент применяемые для реализации Element, центрального компонента нашего будущего продукта. Все это достаточно сложно понять, но очевидно, что Element, созданный компанией Transmute, теперь может соединить вас не только через эфириум и биткоин. Эта система по своей сути теперь похожа на Oracle, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud и Hyperledger. Очевидно, что протокол Сайт-3 очень важен для этой системы идентификации, основанной на блокчейне, ведь с помощью именно этого протокола можно развернуть инфраструктуру публичных ключей поверх любой блокчейн-системы. Так что, ребята, обязательно нужно копать глубже в этом направлении, и я это делаю прямо сейчас. Идем на GitHub Сайт-3, последний комментарий был 14 часов назад. Но мы ищем одного подозрительно важного человека, KSU Wildcat, что я нахожу странным, практически так же называется спортивная команда в одном университете в Калифорнии. Похоже, этот человек заканчивал этот университет. Смотрим на профиль в GitHub. Это Дэниел Бакнер, который является старшим программным менеджером в отделении децентрализованной идентификации компании Microsoft уже почти 4 года. А также он занимает пост исполнительного директора фонда децентрализованной идентификации. Какие странные совпадения! Нет. Это означает, что Бакнер очень важен, что подтверждается его презентацией ION, первая реализация протокола Сайт-3, которая прошла 29 июня 2019 года. Дэниел Бакнер, который возглавляет данную инициативу Microsoft, является членом-основателем фонда децентрализованной идентификации. Еще одно подтверждение. Теперь угадайте, кто постит твиты о проведении тестов и отслеживании вируса COVID-19, используя цифровые идентификации. Никто другой, как KS Uwildcat, а.к. Дэниел Бакнер. Вот этот его твит. Методы отслеживания контактирующих с COVID с сохранением конфиденциальности. Телекоммуникационные устройства с методом DID. Звучит очень сложно, но простыми словами это просто смартфон, который сейчас есть у каждого. И о котором, кстати, Билл Гейтс когда-то тоже говорил. Мы имеем телефоны, чтобы получить информацию от публики и получить информацию от них. Мы имеем сателлитные мапы, где мы можем увидеть, где люди и где они двигаются. Второе. Телекоммуникационные устройства, генерирующие GPS-сигналы, подтвержденные вышкой, как неинтерактивные доказательства с нулевым разглашением. Это известно как СНАРК. К этому же, кстати говоря, некоторые приписывают вышки 5G. Третье. Позитивный тест пользователя. Передача доказательства визуализатору с нулевым разглашением. И четвертое. Вы можете самостоятельно сравнить свой маршрут, не узнавая личность. Затем Джек сделал следующий твит, обращаясь к поддержке Твиттера. Помогите нам верифицировать экспертов по общественному здравоохранению. На этот твит ответил наш уже старый знакомый Дэнни, АККСЮ Вайлдкэт. Поглумитесь над строчкой, которую любят использовать все крутые детишки, использующие биткоин. Децентрализованные идентификаторы плюс проверяемые полномочия исправят это. И мы сразу же мобилизируемся, чтобы помочь самой крупной компании по программному обеспечению на Земле сделать это реальностью. Короче говоря, общая черта этих твитов в том, что цифровая идентификация приближается. Цифровая идентификация будет привязана к идентификаторам COVID-19 и полномочиям, а все это будет обличено в форму цифровых сертификатов. Вспомните, что Билл Гейтс уже слил планы по цифровым сертификатам на Reddit, прямо из его уст, цитата Билла Гейтса. Вообще-то, у нас уже есть кое-какие цифровые сертификаты для того, чтобы показать, кто вылечился или был недавно протестирован. Или же, после того, как у нас появится вакцина, кто ее получил. Ну, это мы уже знали, но недавно появился подкаст, в котором Билл признался во многом еще. Давайте его тоже посмотрим, и я не буду его озвучивать, чтобы вы слышали оригинальную речь, но напишу субтитры на русском. Да, мы идем к сертификату цифрового иммунитета. Тебе позволят путешествовать по миру и стать частью глобальной экономики только при условии цифрового подтверждения твоего иммунитета. Если вы действительно осознаете то, что только что было сказано, вы поймете, это приближается. 2 апреля было опубликовано следующее. Британия готовит сертификаты иммунитета от вируса, но нужны дополнительные исследования. Если вам нужно подтверждение этому, вот оно. Мэтт Хэнкок, британский министр здравоохранения, говорит все так, как есть на самом деле. Я опять оставлю оригинальную речь, но наложу субтитры. Мы смотрим на иммунитетный сертификат, как люди, которые имели болезнь, получили антибиотики, и поэтому иммунитет могут показать это. И поэтому они вернутся так много, как можно, до нормальной жизни. Это важное, которое мы будем делать и смотрим. Давайте посмотрим, что делают другие лидеры, кроме Билла Гейтса. Билл Акман, основатель Pershing Square Capital Management, компании по управлению хедж-фондами, превратил 27 миллионов долларов в 2,6 миллиарда долларов только в марте на коронавирусных ставках. И я уверен, у него наверняка есть какая-то инсайдерская информация. Билл Акман является частью кое-чего особенного, филантропической компании Giving Pledge, которая была основана Биллом, его женой и Ореном Баффетом в 2010 году. Там все эти хитрые миллиардеры собираются вместе и клянутся подарить свое богатство, но спустя 10 лет они оказываются лжецами, и каждый из них стал только богаче. Все это еще раз соединяет Акмана с Биллом Гейтсом, и вот один из последних цветов Билла Акмана. Я начинаю испытывать оптимизм. Случаи заражения в Нью-Йорке, похоже, находятся на пике. Шатдаун почти по всей стране. Гидироксихлорохин и антибиотики должны помочь. Доказательств того, что инфекция может протекать бессимптомно, уже в 50 раз больше, чем ожидалось. Если это правда, то уровень серьезности и смертности может быть значительно ниже, чем предполагалось, и мы можем быть ближе к коллективному иммунитету, чем было в прогнозах. Расширяется производство и распространение высокоточных тестов на антитела, которые точно ответят на все вопросы достаточно скоро. Я могу представить мир, в котором на протяжении нескольких следующих месяцев каждый будет протестирован, и все, кроме людей с ослабленным иммунитетом, вернутся к более нормальной жизни в условиях социального дистанцирования. Мы наденем специальные браслеты или будем хранить сертификат в телефоне, который будет отображать наш статус и отслеживать пути появления инфекции. Обнаружить, отследить и узнать, есть ли у тебя коронавирус. Обнаружить, отследить, узнать. Звучит как комбайны в Сите-17. Вниманию, отряда гражданской обороны. Обнаружено уклонение от надзора. Отреагировать, изолировать, допросить. Как я уже говорил в первом видео, была построена система MyPASA, основанная на блокчейне сети для хранения и обмена данных о коронавирусе. MyPASA, мой пропуск. Если у вас этого пропуска нет, то ваш мир может быть закрыт для всего хорошего, что в нем могло бы быть. А вы не сможете стать полноценным членом общества. Меня зовут Богатейший Ди. Берегите свое здоровье. Видеоролик создан при поддержке лучшего агрегатора обменников ExchangeSumo.com. Это мой личный сервис, который я развиваю для того, чтобы вы могли менять валюту быстро, оперативно и безопасно. Пользуйся ExchangeSumo.com. Поддержи богатейшего Ди, автора этого канала. Если тебе нужно поменять рубли на доллары или наоборот, милости прошу, у меня это все можно сделать. Ссылка в описании. На этом у меня все. Зарабатывайте, берегите себя и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok